Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать как вязать вот такой снуд. Вязала я его спицами. Ширина снуда у меня вот где-то 16 сантиметров. Дело в том, что мне сказали связать именно такой ширины. И 48 сантиметров по окружности. 24 и 24. 48 сантиметров. Также в этом видео я вам дам схему на мужские тапочки. Вот связала мужские тапочки. Как и обещала в любое видео я буду вставлять схему вязаной обуви. Вот на этот раз я связала мужские тапки на 42 размер. И вот с такими картинками. Это масти-карт. Пики, черви, крести, бубень. Колодки у меня не было большой, поэтому немного не так смотрится. Так, это ясно. А здесь обозначение Джокера. Джокер это дополнительная карта во французской колонии. Вот. Сейчас напишу. Так, видно. Джокер. Вот так. Джокер. Поскольку у меня не было картинки Джокера, такую, чтобы она вошла бы сюда. Вообще на переднюю часть. Поэтому я поставила символы. Можно было бы, конечно, шутовской колпак его сюда связать. Так, как он тут рисуется-то? Вот так. Так. Вот так примерно. Ну и здесь у него эти... Помпончики, колокольчики. Типа такого. Вот. И можно было бы, конечно, с одной стороны черным цветом, с другой стороны красным. Опять же, у меня этой схемы не было. Вот если у есть такая схема, будьте любезны, поделитесь, если вас не затруднит. То есть при любом раскладе, с наружной стороны все масти все четыре, с внутренней стороны тоже все четыре масти. Даже если поменяем местами тоже четыре масти внутри, четыре масти снаружи. Схему на этот узор полностью я вам в этом видео дам. Делайте скриншоты, перерисовывайте, пользуйтесь. И что интересно, вот эту обвязку я уже делала ранее. Значит, я здесь между ними связала, между этими косичками, связала один ряд лицевыми петлями. И решила именно этим узором связать снуд. Ну и вот такой получился. Кстати, снуд можно вязать в других цветах. Ну, я его связал вот в черно-красных тонах. А можно связать в цвете государств, в которых вы живете. Вот, допустим, в трех цветах. Российский, узбекский, белорусский, франция. Вот, можно в трех цветах. Вяжется точно так же. И будет очень даже интересно и, я бы сказала, патриотично. Между прочим, этим узором можно связать не только снуд, но и головной убор, шапку. Либо в таком расположении, либо вот в таком. снуд я вяжу на взрослого человека, но на манекене расскажу, как я делаю расчет. Значит, он у меня не длинный, то есть не свободный, а поплотнее. Поэтому он у меня должен пройти через голову. Значит, что я делаю? Окружность головы. Вот, от всей окружности головы. Сколько у вас там сантиметров. Вы свои поставите значения. И, как всегда, отняла 3 сантиметра на плотность облегания. Вот и весь расчет. И дальше я уже вязала образец и рассчитывала, сколько мне нужно набрать, чтобы снуд у меня был практически по шее. Если вам нужно, допустим, в 2 оборота, то вы набираете больше. Но, опять же, это расчеты нужны. Я, как всегда, пользуюсь дополнительной нитью, которую не жалко будет выкинуть. Для чего? Чтобы край снуда не стягивался. И можно было бы по открытым петлям обвязку сделать. И набираю петли. Сколько мне нужно. Петли делаю большими. Вот такими. Вот видите, как вытягиваю сильно. Потому что я буду вязать в две нити толстыми спицами. Вот. И, значит, цепляться будем, как всегда, за перемычки с обратной стороны. Теперь берем пряжу, которую выбрали. Укладываем вот таким образом. Как вы видите, вяжу в две нитки. И вот за эти перемычки будем набирать лицевые петли. и вот так набираем. И этот ряд будет первым. Вот этот набор у меня начальный. И я вязала здесь сначала лицевыми петлями. Вот такой узор в общей сложности получается. Значит... И вот так вяжем с вами первый ряд. Лицевые петли. Просто я уже много связала. Не хотела показывать вязание этого снуда. Потому что узор-то я уже много раз показывала. Но меня уговорили показать. Мало ли кто-то из новеньких еще не видел, как вяжется. Значит, вот я уложила пряжу. И так вот провязываем по кругу. Спицы я использовала. Вот они у меня круговые. 5 миллиметров. Довязала я до конца ряда. И теперь мы с вами будем вязать второй ряд. Нитки крутим по часовой стрелке. И провязываем изнаночными бабушкиным методом. По часовой стрелке перекручиваем. И изнаночными бабушкиным методом провязываем. Значит, изнаночную провязываем за переднюю полупетлю. за переднюю полупетлю. Вот. И так вяжем по кругу и крутим пряжу. Дальше. Значит, нитки у нас перекрутятся. Поскольку у меня этот снуд небольшого диаметра, я нитки не разматываю. Крутится, крутится, крутится. И пускай крутится. В следующем ряду они у нас раскрутятся в обратную сторону. Но если у кого, кто будет вязать снуд очень большим по окружности, тогда придется нитки разматывать. Ну, мне это не грозит. И я просто кручу их. Вот. И так вяжем по кругу. Закончила я второй ряд. Причем, смотрите, у меня нитки все перекрученные. Я их не разматывала. Вот так же остаются. Теперь мы что делаем? Вяжем за заднюю стенку. И причем к классической изнаночной. И нитки крутим против часовой стрелки. Причем. Визжим И за счет того, что мы теперь крутим против часовой стрелки, нитки размотаются. Но кто вяжет снут, допустим, в два оборота, тут будет напряжно разматывать. Поэтому пряжу можно раскрутить. Как это делается? Вот ставим колпачки. Поднимаем пряжу вот так. Цвета в стороны. И подвешиваем. И растягиваем нитки. И пряжа сама раскручивается. Я надеюсь, что все знают этот принцип. Ну, на всякий случай я вам показала. Все. Итак, вяжем против часовой стрелки. Против часовой стрелки. За заднюю стенку. Изнаночными. Классическими. И вот такая полоска получается. Значит, это у нас будет третий ряд. Закончила я третий ряд. И у меня вся пряжа раскручена. И повторяем узор с первого ряда. Опять пряжу устанавливаем как для жаккарда. То есть на указательный и на средний. И вяжем опять лицевыми петлями. И вот, в принципе, и весь узор. Но зато смотрите, как он смотрится. Вот. Можно, конечно, как вы понимаете, в другой гамме связать. Вот. Затем, значит, я нитки вот здесь дополнительные вытащу. И сделаю обвязку этими же нитками. И с этой стороны тоже самое. Обвязку сделаю этими нитками. Вот для чего я на дополнительную нить набирала, чтобы петли у меня были открытыми. Все. Дальше вяжем на необходимую вам высоту. И радуем родных, близких, друзей, знакомых. Вот. Закрыла я одну сторону спицами. Вот так у меня получилось. Сейчас я вам покажу, как я закрывала. Значит, переходим на эту сторону, где мы на дополнительную нить набирали. И эту нить подплетаем. Поворачиваемся на изнаночную сторону. И цепляем петли. Итак, распускаем все петли. Не пропускаем. Чередуем. Итак, собираем все петли по кругу. Ну и теперь будем с вами закрывать петли. Значит, вы посмотрите сами. Может вас не устроит то, что петля вытянутая. Поэтому скрещенной ее возьмите. Вот. За заднюю стенку. И красную провязываем черным цветом. Затем черную провязываем красным. Я вот сделаю скрещенную. Вот так. Красным. И на нее надеваю черную. Черную. Так. Провязали. Дальше. Красный идет. Вот я ее провяжу скрещенной. Взяла черную. На нее надеваю красную. Следующая черная. Я ее вот так перекручиваю. За заднюю стенку провязываю красный. А на нее набрасываю черную. Теперь красную. Тоже ее перекручиваю. Но провязываю черной. И на нее красную. черную. Перекручиваю. Провязываю красную. И на нее черную надеваю. Вот таким методом закрываем по кругу. Ну вот закончила я закрывать второй край. Вот такой снуд у меня получился. Кстати. Что хочу сказать. Я до этого ранее вязала вот такой снуд. И обрабатывала вверх ай-шнуром. То есть полым шнуром. В который вставила. Вот шнурок. И поставила ограничитель. Вы можете точно так же связать. Здесь ай-шнур. Причем можно связать. Этот ай-шнур двумя цветами. У меня есть видео. Я выложу ссылку под этим роликом. Вот. Можно значит двухцветный сюда ай-шнур связать. И пропустить какой-то шнурок. Можно связать. Можно готовый взять. Так что думайте фантазируйте. Теперь что хочу вам показать. Как связать концы. Я один раз уже показывала. Вот еще раз покажу. Вот на этом примере. Значит. Можно нитки разделить. Тогда узелки получатся вообще тоненькие. И соединить. Значит. Как раз у меня две цветные пряжи. Черную под красную. И красную обматываем. И узел подгоняем. Теперь эту черную. Опять под красную. И внутрь. Все. Можно отрезать. Прям под самый узелок. Кто сомневается. Можно сделать так. Опять. Черную. В правую руку. Под красную. И обматываем красную. Один раз. И еще один раз. И узел подгоняем. Затем эту черную. Под красную. И обматываем. Один раз. И второй раз. И подгоняем. Все. И ваши узлы не развяжутся. Но. Вот этот узел. Он более такой грубоватый. Чувствуется. А этот нет. Так что. Потренируйтесь. Посмотрите. И все. Под самым узелок. Режем. И петли у вас. И нитки у вас снаружи не выйдут. Так. Со снудом мы разобрались. Ну и вот. К этим тапочкам. К мужским. Как я и обещала. Даю вам схемы. Можете делать скриншот. Перерисовывать. Если кто не умеет скриншот делать. Но лучше всего. Научиться делать скриншоты. Потому что это облегчит вам работу. Как делать скриншот. Вы можете найти. В ютюбе. Задав этот вопрос. Значит. Вот схема. Эта схема на один тапок. Вот. Джокер. Вот так. А эта схема на другой тапок. Джокер. И тоже сделайте скриншот. И можете потом у себя сохранить. Или распечатать. Так. Что я здесь указывала. Значит. Я указывала здесь ряды. А вот здесь. Указывала цифры. Это количество тунисских столбиков. Вот здесь. Шесть их. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Здесь. Здесь в следующем ряду. Десять. То есть я прибавила. Два с одной стороны. Два с другой. Далее. Четырнадцать. Вот цифра четырнадцать. И так я вам все расписала. А в этом. В пятнадцатом ряду. Самая широкая часть. Где? Здесь. Сорок тунисских столбиков. Затем я на две части разделила. Оставила четыре тунисских столбика. И далее. На каждой части у меня осталось восемнадцать тунисских столбиков. Вот они. На этой схеме я написала. Следки тунисским крючком на сорок второй размер. И крючок тунисский три с половиной миллиметра. Так что берите. Пользуйтесь. Делайте стрельшоты. Радуйте своих мужчин. Готовьте подарки на праздники. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова